Всем привет! Сегодня будет видео с такими советами для бушкрафта, для леса, ну для выживания тоже. Многое будет касаться опять веревок и узлов. Совсем недавно снимал такое видео. Тут я на какие-то вопросы отвечу. И тут еще дело в том, что узлы-то могут быть одинаковые, но разница как раз в том, в каких системах они используются, насколько это будет вам удобно и каким способом вяжутся. Вот самый, наверное, такой наглядный пример. Это, наверное, тот же узел булинь, который может быть завязан классическим способом, а может быть, там, не знаю, завязан вокруг себя, допустим, одной рукой. То есть вот таким движением. То есть вот. Тут незатягивающаяся петля нужна для того, чтобы вас откуда-то вытянули, для спасения. Ну из-за этой перевернутой картинки, которая возникает, когда вяжешь его по-другому, он воспринимается уже как какой-то совсем другой узел. То есть дело вот в этом. И многие узлы, они еще по-разному называются. В комментариях мне писали, какой-то иренкийский узел. Я голову ломал, что за такой иренкийский узел. На том же ютубе посмотрел, оказалось, это тот же самый сваечный узел. То есть может быть такое тоже недопонимание. Ну а что касается, да, вот поскольку вот этими вещами я занимаюсь как бы в реальных полевых условиях по роду своей деятельности, то есть я могу ряд таких советов дать, вот, допустим, вокруг вот об этом, допустим, булине, который вокруг себя вяжется, чтобы вас вытягивали. Таких роликов очень много на ютубе. Да, они правильные, там все правильно показано, как в комнате, там человек как-то вяжет. Ну, желательно, чтобы это было, если вы действительно есть вероятность, что вы с этим столкнетесь, чтобы это было отработано, ну, в реальных условиях. Потому что там есть много нюансов, обо всех не расскажешь, но основные какие, вот, касательно вот этого булини. Если вы реально упали куда-то за борт, вам кидают конец, там может много всяких вещей переключиться. Самое распространенное, вот, которое всех вообще поставит в тупик, это такое, что здоровенная веревка улетает, черти куда, вы к ней подгребаете, берете ее в любом месте. И вроде как хотели завязать, потом видите, что какое-то препятствие на вас движется, там, либо волны какие-то, либо вы просто вот подвинуть не хотите попасть, либо кашляете, задыхаетесь, там водой нахлебались. Вам надо передышку нужна, чтобы вы начинали подтягиваться к опоре, чтобы там отвисеться. Дальше потом хотите завязать, получается вот что. Где мой конец рабочий, который я буду завязывать? Тут надо быть просто готовым к тому, что завязывать прямо вот этой петлей. Представьте, что это конец веревки, и вы точно так же ее вытаскиваете. Да, это будет неправильный булин, какая-то петля торчит, но ваш вес это выдержит. И это намного лучше, чем какая-то затягивающаяся петля, там, или на руках подниматься. Затягивающаяся петля, это вообще плохо, потому что она вам сделает болевое ущемление диафрагмы. Плюс еще там стучи, не стучи, там могут и не отпустить. Не слышно будет. И паника там тоже может быть. И еще один момент. Это, наверное, самый такой главный, часто встречающийся. Вот если все сложилось, и вроде как и ходовой конец у нас в руках, и уже готовы мы завязать, мы начинаем вот это действие, что раз, там, два, уже готовы его вытянуть обратно. Могут быть какие-то волны, там, может вас мотылять начать, там, либо наверху подумать, что вы уже прицепились, они могут вас не видеть. Начнут тащить, и они вас вот так вот поймают. Вы этот узел уже никогда не завяжете, а вот от такого будет пользы, больше вреда. Потому что вас вытащат, как мешок с картошкой, там, а плечом удалитесь от какой-то железяки, там, головой. Ну, нехорошее это дело. Прочу уж на руках-то вылезать. Смысл вот этой петли в том, что у нас две руки свободны, вы страхуетесь. Ну, вот это, как бы, что надо знать про этот булинь в общих чертах. То есть, может быть, у всех узлов разные способы завязывания. И теперь мы еще перейдем к системам, но уже таким, кемпинговым, там, для бушкрафта, для комфорта. Я сравню разные системы, там, для натяжения тента, там, для ковышки оттягивать. Выскажу свое мнение, почему я вот именно такую систему использую. Если попросить, вот, альпиниста, там, не знаю, промышленного или нет, натянуть, допустим, коньковую веревку для тента, то в 90% случаев он, скорее всего, сделает вот таким вот классическим способом, что, вот, здесь будут штыковые узлы. Ну, а здесь, вот, наверное, будет вот такой способ, что перегиб, и потом, вот через вот этот перегиб, будет веревка растягиваться. То есть, вот таким способом, что мы вот так бы ее раз, натянули, опять перекинули. И здесь подтащили. Дальше здесь как-то вот ее прижмут, видимо, и, опять-таки, штыковыми узлами завяжут. В принципе, этот способ правильный, но недостаток какой, что вот эти узлы, они не саморазвязывающиеся. Если надо будет подходить, там их выкручивать. Потом, ну, жилет много веревки. Ну, не так, мне кажется, это удобно. Хотя вот этот способ правильный, конечно, и надежный. Поэтому вот начальное крепление веревки, вот, когда мы тент натягиваем, мне больше нравится, когда тут просто, вот я сейчас, понятно, что показываю для наглядности на толстой веревке, там, так бы это была бы тонкая, там, паракорд какой-то на большой петле. Ну, что вот у нас есть петля просто на конце, что мы вот ее вот так вот в нее вот эту веревку вставляем и туда палочкой фиксируем. Чем этот способ хороший? Тем, что вот он, на самом деле, очень сильно затягивает в нужном месте, то есть мы можем вот сдвигать в разные стороны дерево, и веревка, видите, как бы пошла чуть уже по другим углом. Это полезно, особенно, когда дерево толстое, то есть тент может, допустим, где-то вот здесь вот идти, вот отсюда выходить. Вот так выходить. А гамак, допустим, вот отсюда. Это дает лишнее вот эти вот, очень выручает вот этот лишний навес над гамаком. И еще вот сама вот эта конструкция, она как бы показывает, ну, понятно, вот, интуитивно понятно человеку, что вот если что-то сюда вставлено, то вытаскивать не надо, это как вот калитка, там, когда мы ушли, закрываем на палочку. Потому что тут еще может быть какой способ привязывания, вот это тот самый ивенкийский узел, который на самом деле сваечный. То есть можно действительно ивенкийским узлом завязать, так вот, да, скот привязывают. Он ту же самую функцию выполняет, и можно так делать. Единственное, что смущает вот эта вот штука, что за нее часто бывают, потом возьмут, кто-нибудь ради интереса потянет. Потому что кемпинг, он все-таки подразумевает там, что не только вы один там находитесь. А так, да, вот этот узел, он действительно очень хороший. Но по сути вот этот узел, это вот именно сваечный узел, потому что вот я вот сейчас криво завязываю, показываю, что, как это выглядит, что просто вот если узел на основной заливке мы завяжем, будет вот эта затягивающаяся петля. Понятное дело, что вот так криво никто не завязывает для удобства, чтобы там в перчатках там или одной рукой это делать там как-то. Ну, вот так делается, что кладется на одну руку и той, которую мы будем завязывать. Вот так вот складываем петлю. Она обходит вокруг этой веревки, под низом и уходит сюда. Получается то же самое, то есть вот этот узел, который здесь ходит. Иногда вот так вот делают для скоростного отвязывания. То есть петлю туда пропускают. То есть складывают так же, но сюда пропускают не концом, а петлей. И вот получается вот этот веренкийский узел. Действительно видел, что в деревне так часто скот привязывают. Собаку это привязывают. Ну вот этот метод, что петля вставляется, это часто такое применяется в узлах. Допустим, все знают вот обычный прямой узел, который там один завязывается как хочется, другой как не хочется. То есть, чтобы вот такие петли получились. Вот этот узел, он часто затягивается очень сильно. Не развяжешь там. Многие даже говорят, о, ты там назвал узла, завязал. Как я тебе развяжу там. Ну, поэтому, чтобы вот легко его развязать, часто вот этот конец вот так вставляют. Примерно так же работает, но всегда очень легко развязать. На шнурках тоже такое часто делается. Можно, конечно, и бантиком завязывать. Я как-нибудь, может быть, потом покажу там разные способы завязывания вот этих шнурков. Но бывает так, что вот если нет защиты, они там развязываются легко, поэтому вот вроде как хотели на два узла сначала завязать. Ну, чтобы сильно не затягивалось, это вот сюда, этот конец, вставляется и затягиваем. Так намного крепче держится. Вот этот конец вообще уже не будет никак развязывать. Но этот будет как бантик. То есть, вот это рифовый узел называется. Потом вот это натяжение веревки может делаться вот таким схватывающим узлом, который вот так вот двигается. Но если я его вот так вот начинаю растягивать, я сейчас тоже покажу, как он вяжется на примере колышков. Ну, тут в чем проблема? Во-первых, вот этот долго вяжется, и он тоже не саморазвязываемый. То есть, надо будет его слабевать, там потом вот выкручивать веревку. И все-таки он все равно ползет чуть-чуть. И самая большая проблема с ним такая, что тент обычно все-таки натягивается где-то высоко. И вот я когда пытаюсь натянуть, если здесь мне удобно, я могу там крупные мышцы задействовать, растягивать его. Вот когда делаю такое движение, там сил уже мало, особо ничего не растянешь. Ну, вот с другой стороны, я применяю вот такой способ, уже много раз показывал, из-за того, что он быстро развязывающийся, что потянул, даже вот эта петля, здесь очень легко он вот так вот развязывается. То есть, саморазвязывающийся. Да, в этом конце можно завязывать какой-то, я не знаю, вот этот, как там называется, альпийский проводник или как там его. Вот это в альпинизме часто используют, что вот петля, которая не ползет и через нее затаскивать. Но она не саморазвязывающаяся. И очень сложно тут понять, вот как это все выбирается. То есть, и веревки жалют тоже больше. Вот тот же самый сваечный узел, он легче делается. Он тоже не затягивается, если его в правильную сторону затянуть, то, что вот мы легко поставили сюда руку, сразу зафиксировали это место, чтобы было место, чтобы вытягивать. Сложили вот эту веревку вот так, чтобы она, ну вот эта часть, она смотрела как бы на нас, вот которая сюда пойдет. Ее отсюда вот вытянули, вот этот сваечный узел. Он, если вот так завязать, он тоже не будет затягиваться. Поэтому так же будет работать, как вот этот полиспаст. Можно его уменьшать, там насколько нужно, легко. И здесь вот он очень сильно растягивает эту веревку. Потом останется просто вот ее так перебросить и через это кольцо вытянуть вот эту. Затянуть. Вот эта штука тоже предрасполагает к тому, чтобы кто-то на нее дернул. Поэтому вот сюда тоже бывает полезно ветку вставлять. Ну и у нас еще остается вот такой вот узел, который натягивать может какие-то оттяжки, веревки. Завязывается он просто, что вот нам на самой оттяжке, основной веревке, надо завязать схватывающий какой-то вот такой узел. Делается так, что всегда в одном порядке, там свя ходит снизу, неважно, две петли. Потом вот эта веревка идет сюда и опять сверху и под себя уходит. его надо затянуть и сложить так, чтобы он стал похож на схватывающий узел. Потому что вот часто, как-то говорят, перекашивает. ну и суть в чем, что вот он может двигаться по веревке вот так вот. Сюда, сюда. Но когда вот он затянут, он вот так вот уже не идет. Поэтому можно надеть его на какой-то ковыш. и вот если не хватает натяжения, вот так вот его подтягивать. Я его не использую, потому что не нужно вот это натяжение там. Когда складки там и палатки как-то надо выровнять или на тенте, то там важнее именно вот эти вот переустановки, когда мы ищем место там, где может быть между камней как-то либо вбок. А натяжение там на самом деле, во-первых, тут сильно смысла-то нет натягивать. То есть как бы натянуть можно просто вот небольшим движением на себя и как-то не особо он востребован получается. Ну, поэтому вот узел типа стремя он получается востребований, потому что сложил там, накинул на эту ковышок, затянул. Ну вот он прям супер хорошо держит и дальше вот двигай как хочешь, натягивай как хочешь. То есть, ну, вот это вот затягивающее устройство, оно как бы тут не особо важно получается. А на тенте оно неудобно тем, что, ну, вот я показывал, во-первых, чуть ползет, во-вторых, сильно не растянешь и в-третьих, это не саморазвязывающийся узел. Ну, я надеюсь, это видео было вам полезно. Кто еще не подписан, подписывайтесь, задавайте вопросы. Спасибо, что смотрели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok